Твори, выдумывай, пробуй. Эти слова Владимира Маяковского могут быть девизом для инициативных и одаренных юных славянцев, которые занимаются в учреждениях дополнительного образования. Но для успешного обучения и творчества нужны хорошие условия. Их создание в центре внимания славянских районных властей. Глава Славянского района со своими заместителями и представителями всех необходимых служб посетил отделение технического творчества, где в последнее время получили большое развитие новые, очень перспективные направления, такие как робототехника и 3D-моделирование. Выросло количество занимающихся и есть еще много желающих. Но для технического творчества по этой тематике нужен хороший кабинет, которого пока нет. Очень востребованы новые направления в детском творчестве, технического плана, именно новые, то есть подчеркиваю, то есть это робототехника, это 3D-моделирование, это дроны, квадрокоптеры. Мы на станции юных техников собираемся это, собственно, осуществить. Для этого потребуется сделать, так сказать, ремонт. Роман Синеговский осмотрел помещение, где будет сделан ремонт, задал ряд уточняющих вопросов и получил на них ответы. Он одобрил план действий, подчеркнув, что нужно сделать так, чтобы наши юные мастера «Золотые руки» занимались здесь любимым делом с удовольствием. Затем глава Славянского района побывал на станции юных натуралистов. Любовь к миру животных и растений, формирование у обучающихся умений, необходимых для цветоводства, укрепление исследовательских навыков в области естественных наук – здесь решаются эти и другие задачи. На станции растет число занимающихся. Раньше уже было решено построить здание новой лаборатории. В финансировании проекта принимала участие администрация района при действенной помощи со стороны депутата законодательного собрания Кубани Виктора Чернявского. Мы очень надеемся, что наша лаборатория скоро заработает. Она будет не только для городских детей, но именно и для учащихся Славянского района. У нас есть большая уже налажена работа со всеми Славянского района школами. И ребята будут с удовольствием приезжать в нашу лабораторию. Здесь у нас будет она оснащена современным оборудованием, посередине будет учебный класс, будут компьютеры. И главное, что ребята смогут исследования проводить на стыке разных наук. Роман Синеговский сказал, что необходимо, не откладывая в долгий ящик, приступать к работам с тем, чтобы уже в нынешнем году новая лаборатория открыла двери для юных натуралистов. Будет реконструировано и помещение на втором этаже теплицы. Детская школа искусств имени Григория Пономаренко располагается в здании, которому уже более ста лет. Так что, внимание, ему требуется немалое. Это постройка 1912 года. Ну, в настоящий момент, конечно, мы очень надеемся на помощь, на то, что нам глава нашего района окажет серьезную поддержку. Глава Славянского района осмотрел проблемные залы, где необходимо срочно принимать меры. В этом году будет отремонтирован пол в большом зале хореографии, произведен ремонт санузлов, будет произведена отделка стен, не соответствующих современным требованиям. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».